Привет. Да я распаковку делаю. Собственно, вот это кубики мы называем. В общем, это микрокомпьютеры. Назначение такое. Пришел, поставил, воткнул питание, воткнул с сетевой и все. Оно работает. Можно с Wi-Fi еще сделать. Здесь, по сути, это микрокомпьютер. И здесь выходы, которые цепляются на датчики. Датчики, управляющие устройства. По сути, а-ля Raspberry Pi, это Orange. Есть два их. Первый и второй. Там назначение, чтобы делать... То есть здесь нода стоит, а здесь клиентская часть. Вообще, у нас там разработка их четыре даже стоит. То есть, в принципе, они в этот корпус ввозят. И дальше мы можем выводить кучу датчиков и кучу управляющих. Но Internet of Things, в моем понимании, как? Когда множество датчиков, которые собирают эту информацию. Теперь вопрос, а как синхронизировать? Ну, синхронизировать, понятно, а-ля вот эта распределенная сеть. Ну, в данном случае частная. Да? То есть, ну, такая частная с анкелингом в блокчейн. Ну, это для надежности. И каждую операцию оплачивают. Ну, вот как у Сергея Шанкова, это Маиры. То есть, ну, у них на эфире. А, в принципе, то же самое можно на других там возможностях. Ну, вот мы взяли Waves за основу. Ну, Waves не панацея, на самом деле, там есть и другие разработки. Ага. То есть, мы сделали вот мир, то, что называем. И это называем сайдчейн. Ага. То есть, когда, ну, там, на предприятии, вот, там, пять-десять этих коробочек объединяются в сеть, они синхронизируются между собой. А одна оплачивает другой. Ну, там, как, то есть, этот робот оплачивает другому роботу, и там очередь, значит, на выполнение стоит. Ага. Ну, вот такая идеология. Вот мы сделали уже в таком форм-факторе сейчас. Ага. Хорошо. А думали по поводу неспейсов? Для чего это можно использовать? В каких индустриях? Под какие конкретно проекты? Ну, вот, смотрите. Первое направление – это, конечно, бизнесы. То есть, это документооборот. То есть, когда вот эту коробочку ставим в сейф, закрываем, провод выводим, и документы храним там. Документы синхронизируются между собой, и при заключении договора договор сохраняется. Ну, в шевронном виде, естественно. Ага. Это первое, то есть, для бизнеса. А второе – это в производстве. То, что мы рассматриваем, ну, там, заводы, да? То есть, это также управляющее устройство для того, чтобы надежно… То есть, управляющее устройство в одном месте, а здесь, так сказать, исполнительный механизм, который цепляется. И чтобы при потере связи, там, даже если провод разор, все равно, так или иначе, синхронизация там была между всеми устройствами. Ну, а для интернет-уфинкс, то есть, в принципе, я не знаю, как вот смарт-сити на самом деле, да, там, глобально. А вот если брать именно завод или определенные решения, ну, не в целом смарт-сити прям вот, а вот ни живой. Ну, понятно. Смарт-сити на части делятся, поэтому, да. Часть, какую-то часть, да. Можно также датчики собирать информацию и записывать ее в чейн. И управляющие сигналы тоже самое через чейн. Хорошо. Спасибо. Ха-ха-ха. Спасибо.